Спортивные победы, это здорово, здорово, что наши хоккеисты нас порадовали, и мы гордимся ими. Но продолжается жизнь, в том числе и политическая, продолжается, к сожалению, политическая борьба. Я должен сказать, что сегодня в Государственной Думе будет рассматриваться принципиальнейший закон. Закон, который вносит ужесточение за нарушение правил организации проведения митингов, шествий, пикетов и так далее. У нашей фракции, у фракции «Справедливая Россия», к сожалению, нет никаких иллюзий по поводу того, как и чем закончится рассмотрение данного законопроекта. Как сегодня в рамках первого чтения, так и в ближайшем будущем уже и во втором, и в третьем чтении. Конечно же, голосами вашими, господа за Единой Россией, этот законопроект, к сожалению, будет принят. Поэтому наша фракция поручила мне сегодня, во время 10 минутки, высказать наши принципиальные несогласия с этим законопроектом, высказать наши аргументы и сообщить, что во время данного рассмотрения данного закона наша фракция не будет покидать зал заседаний, мы будем находиться на рабочем месте, но мы не считаем невозможным, ненеобходимым участвовать в этом абсурде. Наша фракция не будет ни выступать, ни задавать вопросов, заранее зная, чем все это закончится. Именно поэтому, уважаемый Сергей Евгеньевич, я хочу напомнить вам о том письме, который я на днях вам отправил, и я позволю себе процитировать некоторую часть этого письма. Решением фракции «Справедливая Россия» от 14 мая 2012 года депутаты Государственной Думы Гасанов, Зотов, Локутин, Левин, Митрофанов лишены прав, установленных пунктом 2.2 положения о фракции, включая право предоставлять фракцию на заседании Государственной Думы и выступать от ее имени при рассмотрении вопросов повестки дня. Поэтому прошу вас, уважаемый Сергей Евгеньевич, учитывать в ходе ведения пленарных заседаний Государственной Думы принятая фракция решения и не допускать выступления указанных депутатов Государственной Думы от имени фракции. Уважаемые коллеги, великий русский философ Василий Розанов однажды сказал, В России судьба закона зависит от того, в чьих руках он находится. И в зависимости от этого закон может быть как палочкой капельмейстера истории, но может быть и дубиной. Ну и конечно же, в руках известного большинства, как правило, наши законы далеко не палочка капельмейстера истории, а именно дубина. Причем, судя по всему, очень часто правящей элите видится эта дубина именно как дубинка ОМОНа, которая легко, говоря одиозными словами известного чиновника, размазывает печень оппозиционеров по асфальту. После Думских выборов много было разговоров о том, что Единая Россия поменяется, что она будет изменять свое отношение к оппозиции, будет стараться налаживать взаимодействие с обществом. Пока же мы видим иное. Именно из недр Единой России выползает такая совершенно антинародная инициатива, как законопроект об ужесточении наказаний за нарушение правил проведения митингов. Любому следующему человеку, знакомому с нашим законодательством, хорошо известно, что сегодняшнее законодательство, конечно же, позволяет наказывать всех тех, кто нарушает закон, кто нарушает безопасность граждан, кто ведет к анархии и беспорядку. Потому что утверждение о том, что якобы штрафы минимальные тысячи рублей, но ведь это же штрафы только за формальное нарушение правил организации проведения. За любые серьезные правонарушения есть уголовный кодекс, есть административный кодекс, есть абсолютно серьезные нарушения. Так зачем же потребовалось увеличивать штрафы в полторы тысячи раз? Ответ очевиден. Ради запугивания тех, кто готов участвовать в гражданских протестах. А кроме этого, это очень мощный явный сигнал в регионы. Вот тем самым правоисполнителям и применителям закона на местах сигнал очень простой. Не пущать и держать как можно сильнее. Легко можно догадаться, каким образом будет этот закон применяться в самых разных уголках нашей страны. Потому что сегодня, когда мы обсуждаем этот закон, тут же перед глазами лица и господ Навального, Удальцова, я вас уверяю, те самые люди, которые будут выступать за свои социальные, гражданские, политические права, которым может быть абсолютно чужды политические баталии, они в первую очередь будут подвергаться тем репрессиям, которым сегодня дает дорогу Единая Россия. Господа Единая Россия обиделись, когда народ и молва приклеила к вам аббревиатуру БЖИФ. Так вот, подумайте, господа динароссы, не появится ли после сегодняшнего обсуждения и принятия этого закона новая аббревиатура, которая может навсегда прилипнуть к вашей партии. Аббревиатура ПДНС. Партия душителей народной свободы. Подумайте, господа динароссы, об этом. Я вижу, что вам нравится новая аббревиатура. Привыкайте, господа динароссы, привыкайте. При этом все, кто готов трезво оценить реальное положение сегодня в стране, прекрасно дают себе отчет, что те самые протесты так называемых рассерженных горожан очень скоро могут показаться цветочками и абсолютно невинными выступлениями после того, как действительно народ поймет, что их ожидает в ближайшем будущем. После того, как 1 июля вступит в силу 83-й федеральный закон. Как в связи с вступлением России в ВТО ухудшится социально-экономическое положение огромных секторов нашей экономики и положения граждан. Как увеличатся тарифы на ЖКХ и на коммунальные услуги и на многие другие вещи. Как поднимется цена на бензин, а мы все это уже видим. Вот о чем нужно было думать и что нужно было предпринимать заранее. И должен сказать, что наша фракция соответствующие инициативы выносила и выносит. Я вам напомню, что лежит перерасмотрение законопроект, который освобождает от уплаты земельного налога всех обладателей земельных участков размером до 8 соток. Лежит законопроект о строительстве и сберегательных кассах. Лежит законопроект о прогрессивном налоге, о налоге на роскошь и многое-многое другое. В целом, ведь Государственная Дума могла заранее подумать и посмотреть, что необходимо делать для того, чтобы улица была спокойна. Ведь если кто-то сегодня выходит на улицу, это значит, что соответствующие вопросы не решаются здесь, в стенах парламента. И тогда получается, что именно улица формирует повестку дня. И те, кто не хочет слышать голос конструктивной оппозиции в стенах парламента, вынужден будет и обречен будет слушать стихийный. Яростный, а возможно не всегда адекватный голос улицы. Это серымяжная правда. Но нашу парламентскую оппозицию по-прежнему игнорируют. Мы видим, как те самые 49% Единой России превратились в 53% мандатов, потом в 60% представительства в Совете Думы и практически в 100% представительства при определении регламентных норм. Это абсолютно неправильно. Сегодняшняя спешка с этим законопроектом показывает, что вместо решения проблем наших граждан, власть, как обычно, данным проектом борется с людьми, пытающимися эти проблемы решить. А в то же время многие другие законопроекты годами лежат и не рассматриваются. Например, законопроект о внесении изменений в тот же КААП, где увеличат штрафы за продажу табака несовершеннолетним. Наше предложение о оставлении места ДТП тоже лежит без движения. Нарушение, увеличение штрафов за нарушение законов о труде тоже лежит без движения. Но и напомню еще один факт. Когда 17 ноября 2006 года я внесен законопроект, который увеличивает наказание за демонстрацию на сыск атрибутики, полтора года закон пролежал, а через полтора года был отклонен. Поэтому, уважаемые господа, вместо того, чтобы принимать спешно законы типа сегодняшнего, и понятно, к чему вы торопитесь, вы торопитесь 12 июня. Вот уж хороший подарочек вы готовите гражданам России, к празднику Дня России. Так вот, вместо этого необходимо было бы решать совершенно другие вопросы. Я напоминаю, что наша фракция уже подготовила постановление о создании специальной рабочей группы по работе с участниками протестных акций. В заключении, уважаемые коллеги, я хочу напомнить слова Мартина Лютера Кинга. Уличные беспорядки – это язык невыслушанных. И сегодня принятием этого одиозного закона вы, господа из единой России, не просто не хотите слушать улицу, вы хотите заткнуть ей рот. Не выйдет, ибо сказано – вначале было слово.